Всем привет! Сегодня буду готовить вкусный, ароматный, очень сытный суп с охотничьими колбасками и овощами. Приступим! Для приготовления нам понадобится 3 охотничьи колбаски, зеленый лук, пучок укропа, пучок петрушки, лавровый лист, немножко куркумы, соль, перец, зубочек чеснока, морковка, луковица, пол красного перца сладкого, две помидоры, четыре картошины и растительное масло и вода нам понадобится. Лук нарезаем кубиком. Лук я нарезала, кастрюлю ставим на огонь, разогреваем ее слегка. Кастрюля разогрелась, на дно наливаем растительное масло, отправляем в кастрюлю лук, делаем небольшой огонь и помешивая, обжариваем. Пока лук обжаривается, колбаски нарезаем кружочком, кружочками, вот так вот. Рядом натираем чеснок на мелкой терке или сверху. Лук не забываем помешивать. Лук начал становиться прозрачным, к нему отправляем колбаски и чеснок. Перемешиваем. Пока колбаска с луком и чесноком обжаривается, картошку нарезаем кубиком. Картошку я нарезала. Морковку нарезаем возле картошки соломкой. Морковку я нарезала. В кастрюлю добавляем воду, неполную кастрюлю. Все помешаем и нам нужно, чтобы вода закипела. Вода в кастрюле начала кипеть. В кастрюлю перемещаем аккуратно картошку и морковь. Доводим до кипения. Будущий суп закипел, к нему добавляем куркуму, чайная ложка соли, 1 четвертая ложки перца. И лавровый лист. С помидор нужно снять кожицу. Буду снимать с помощью комфорта. Суп варится. Помидорка обжигается. Перчик нарезаем небольшим кубиком. Нарезанный перчик. Вот так у меня получилось. Отправляем в кастрюлю. Помидорка одна запеклась, мы ее снимаем. Вторую ставим обжигаться. Суп варится. Помидорки обожгла. Жду пока они чуть-чуть остыли. Снимаю с них кожицу и нарезаю кубиком. Помидоры нарезанные отправляем в кастрюлю. Варим до готовности картофеля. Смотрите, по картошке ориентируйтесь. Если картошка сварилась, то суп практически готов. Мелко нарезаем зелень. Зелень я нарезала. Укроп и петрушку. И часть лука отправляем в кастрюлю. Также я проверила, картошка у меня уже сварилась. То есть он практически готов. Буквально минутку. Суп кипит и выключаем в кастрюлю. Открываю крышкой и даю супу настояться. Вот такой суп у меня получился. Сверху добавила зеленого лука. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok